Говорит и показывает Минск В этом году, на мой взгляд, как никогда интерес к лицею очень был высок Характерной особенностью стало именно увеличение проходных баллов Это говорит о том, что действительно наш лицей является ведущим учреждением в этом направлении Я вам даже больше скажу Конечно же, по-человечески многих родителей было жалко Не хватало полбала, просили, умоляли Многие мотивированные ребята, но, к сожалению, есть правила И поэтому всех мы не можем брать Но в целом, я уверен, что мы набрали очень мотивированных, очень качественных ребят Которые в дальнейшем, я уверен, перейдут уже в БГУ в качестве студентов И будут в дальнейшем работать на благо нашей страны Но ведь лицей БГУ дает массу преференций для дальнейшего поступления в университет И поэтому такой конкурс и такое желание Все верно. Лицеи дают преференции, во-первых, для поступления Уже начиная с прошлого года Упускники лицея БГУ, которые имеют по профильному предмету балл 9 А по остальным ниже 8 Могут без экзаменов поступить в БГУ Это, конечно, хороший стимул Но самый главный стимул в том, что там дают хорошее качественное образование Которое котируется не только в рамках нашей страны, но и за пределами Ну давайте теперь к поступлению Вот в БГУ пишут, что появились какие-то новые виды экзаменов Собеседований, новые требования к абитуриентам Что отличает вот компанию этого года от предыдущих лет или ничего? С точки зрения вступительных испытаний все осталось по-прежнему Никаких изменений нет И это даже очень хорошо Для меньшей изменений проще готовиться Меньше реформ всегда лучше, да Ну какие принципиально вот новые специальности в этом году появились? Что предложило БГУ поступающим и с чем это связано? Ну так сложилась традиция, что мы вообще в принципе каждый год в последнее время открываем какие-то новые специальности Связано прежде всего с тем, что мы постоянно держим руку на пульсы Смотрим именно востребованность, пытаемся прогнозировать И надеемся, что действительно эти специальности будут в дальнейшем востребованы И выпускники найдут достойное место в рамках нашей страны А в этом году, да, мы следовали традиции Мы открыли три новых специальности Две специальности на факультете международных отношений Это международная логистика и международная конфликтология А также на факультете географии и геоинформатике Специальность называется Транноведение и переводческая деятельность Интересное даже название конфликтология Вот интересен, все об этом обычно пишут И естественно мы хотим знать Вот каков был общий конкурс вообще принципиально в Белорусский госуниверситет Сколько желающих появилось И появилась ли возможность участвовать сразу на две профессии Подавать документы при каких условиях, расскажите В этом году средний конкурс был 1,7 человека на место Он увеличился по сравнению с прошлым годом Когда было 1,4 человека на место А по поводу специальности нет К сожалению, ребятам нельзя подавать на различные специальности Есть только одна возможность У нас есть так называемый объединенный набор Например, у нас есть на группу специальности математического профиля На группу специальности физического профиля На ряд специальностей факультета международных отношений и иные Когда конкурсы объединены Тогда человек подает документы на объединенный, получается, конкурс И тогда он может выбирать между этими специальностями. Но подать отдельные так нельзя. Документы подаются только на одно направление. Виктор Павлович, это все равно относительно недавнее введение. Раньше нельзя было и такое сделать. Все верно, да. Мы пытались именно как раз таки оптимизировать для того, чтобы ребята действительно самые лучшие поступили. Чтобы не было этих шараханий в последний момент. Прохожу, не прохожу. Поэтому мы пытались оптимизировать в рамках возможного, чтобы минимизировать как раз таки эти нервы и взять действительно самых лучших, самых мотивированных ребят. Вот наше информагентство сообщило, что в этом году бюджетных мест в БГУ было почти на 400 больше по сравнению с предыдущим годом. Значительное число, сумма. Чем обусловлено принципиально такое серьезное увеличение и по каким направлениям? Вообще, это в принципе тенденция не только нашего университета, но и в целом страны количество увеличения бюджетных мест. Ну, во-первых, на мой взгляд, это связано, во-первых, мы видим большую потребность экономики в специалистах, с одной стороны. А с другой стороны, бюджетные места позволяют потом выпускнику получить гарантированное место работы, гарантированные льготы. То есть, это так называемая забота государства о своих молодых специалистах. Поэтому, я уверен, тенденция будет дальше увеличиваться и со временем все больше и больше будет количество бюджетных мест. Но по поводу специальностей, конечно же, в первую очередь, это наиболее востребованная экономика специальности. Это бедспециальности, инженерного профиля и иные. Этот перечень постоянно утверждается Министерством образования и актуализируется. И вот как раз-таки по этим направлениям произошло увеличение количества бюджетных мест. Ну, я так понимаю, нужно подчеркнуть еще раз нашим слушателям и зрителям, что бюджетные места – это бесплатная форма обучения, самое главное. И ребятам дает гарантированную возможность трудоустройства. Правильно же? Да, вы знаете, это действительно абсолютно полностью бесплатно. И, на мой взгляд, это надо рассматривать не только с точки зрения именно того, что это бесплатно, а с точки зрения дальнейших перспектив. Мы одни из немногих, кто сохранили такую форму, как распределение. И это, на самом деле, нам очень многие наши соседи, в частности, России, завидуют. Там у них нет распределения. И многие молодые специалисты не могут найти себе места работы. А у нас, и это очень хороший опыт, государство гарантирует, что молодой специалист будет обеспечен работой минимум на два года. И, более того, помимо гарантии обеспеченности, еще есть гарантии именно связаны с льготным кредитованием, предоставлением жилья и иные льготы, которые получает молодой специалист. Это говорит о том, что, выбирая бюджетную форму подготовки, человек выбирает не просто именно вопрос, платно или бесплатно, а это еще какой-то именно как раз-таки гарантия от государства уже достаточно долгий период. — Виктор Павлович, на каких специальностях образовался самый, что ли, высокий балл, самый высокий конкурс, с чем это связано? Ну, и как вообще в перспективе сам ВУЗ на это будет реагировать? Ну, например, увеличивать количество мест на те специальности, где много желающих, или как-то иначе? — Да, я бы в этом плане рассмотрел бы две направления. Естественно, научные и гуманитарные. Целесообразно рассматривать конкурс именно как раз-таки по этим направлениям. Что касается, естественно, научного направления, то самый большой, высокий проходной балл был на прикладной информатике. Это IT-профиль, который сейчас все выбирают, это на слуху, все знают про… — Это сложное обучение. — Конечно, сложно. Учиться на этих специальностях – это сложно, но, тем не менее, мне радует, что ребята мотивированы, они осознанно выбирают это направление, и, как мы видим, проходным баллом они стараются именно туда пойти и добиться успеха. Ну, это как раз же прикладная информатика, информатика, кибербезопасность и иные. Что касается гуманитарного профиля, то тут, конечно, в лидерах традиционный наш факультет. — Международный. — Да, факультет международных отношений. В этом году на специальность мировой экономики проходной балл был 395. — Ого! — Это почти максимально, да. — Почти 400, почти максимально. — Все верно. — Ну, вот как последняя часть моего вопроса, будете увеличивать количество, или это необязательно? — Вы знаете, мы тут должны именно выполнять государственную политику, потому что сиюминутная выгода, она хороша, конечно же, очень хочется, и это очень соблазнительно. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в стране должны специалисты не только по этим направлениям и по другим. Поэтому мы будем внимательно изучать не на краткосрочной какой-то дистанции, а на долгосрочной, и прогнозировать именно потребности экономики в специалистах именно, а не ориентироваться на проходной балл. — Ну, вот вы много лет, практически всю жизнь в Белорусском госуниверситете, вот как, на ваш взгляд, действительно ли популярность определенных профессий оправдана? Действительно ли можно говорить о том, что человек, отучившись на престижной специальности, получает какой-то гарантированный билет прям в будущее, прям все у него пошло, лишь бы закончить престижное место? — Конечно же нет. Все зависит от человека. Можно закончить саму топовую факультет и специальность, и при этом не добиться успеха, и наоборот. В качестве примера могу привести пример. Тот же учитель. Некоторые учителя, особенно, которые классные, свои профессионалы, они могут зарабатывать большие деньги, в частности, репетиторством. Это говорит о том, что профессионал в любой отрасли будет получать хорошую, достойную зарплату. Поэтому выбор специальности ничего не гарантирует. Это всего лишь первый шаг, начало будущей профессии. Все дальше зависит только от себя. Это и хорошая учеба, это и личные качества, и очень большая мотивация. — Да, согласен. То есть желание, мотивация. Мы вот здесь сами, как журналисты, ряд наших коллег вовсе не окончили журфак. Но, тем не менее, бывают очень сильные публицисты, писатели даже и журналисты. Вот Минск Новости тоже пишет, что более 430 ребят в этом году зачислены в ВУЗ вовсе вообще без экзаменов. Перечень таких абитуриентов стал еще шире. И тоже, что это за категории, что это за перечень и вообще оправдана ли такая мера, на ваш взгляд? — Да, вы знаете, да, это наша гордость, что в этом году такое количество было зачислено без экзаменов. По поводу критериев, во-первых, я могу ответить, это победители жительных олимпиад. Второе — это, естественно, как я уже упомянул, выпускники лицеев, которые имеют хорошую успеваемость. Третье — это выпускники детского технопарка, которые имеют рекомендации. Четвертое — это ребята, которые поступают на специальности с медалью и на специальности наиболее востребованной экономикой. На мой взгляд, такой подход очень оправдан. Почему? Ребята, те же олимпиадники, лицеисты, они уже все доказали уже заранее. Это очень большой труд добиться успеха на ту же олимпиаду. Многие готовятся к поступлениям, допустим, последний год-полгода, кому как. А эти ребята... Они планку свою взяли. Да. А ребята, которые по олимпиадам поступают, это фактически уже начиная чуть ли не с пятого класса, постоянная подготовка. Это огромная работа. И своим успехом они уже доказали, им уже доказывать ничего не надо. Поэтому это оправданно. И мы рады, что такое большое количество ребят, очень умных, одаренных и мотивированных, пришли именно к нам. И поверите, мы с удовольствием примем всех и каждого, кто выберет этот путь. Друзья, я напомню, эта программа говорит и показывает Минск. Ведущий Дмитрий Портон и в гостях нашей студии проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин. Соответственно, что сегодня мы подводим итоги вступительной кампании в главный университет страны. Расскажите вот все детали теперь по платной форме обучения. Это тоже важно. Увеличился, уменьшился ли набор? Некоторые, я знаю, факультеты вообще отказались от платников. Ну и всех, конечно, будет интересовать, будет ли увеличение стоимости обучения. Да, в этом году закончилось в том числе и поступление на платную форму. И тенденцией в этом направлении является уменьшение количества платных мест. Действительно. Допустим, на том же факультете журналистики мы вообще отказались от платной формы обучения. В остальном поступление, оно ничем не отличалось от поступления на бюджетную форму. Единственное, что отличалось то, что ребята уже понимают, что последний шанс поступить. Когда послебюджетная, если вдруг не прошел, еще есть платная форма, то тоже, к сожалению, уже... И родители готовы оплачивать. Готовы. Но с другой стороны, я могу сказать, в нашей стране платная форма обучения для белорусов – это тоже социальная поддержка государства. Абитуриенты и их родители далеко не полную стоимость оплачивают за обучение. Это очень важный момент. И это было решение на уровне нашего государства действительно такую стоимость именно уставлять, исходя из реальных возможностей именно населения, а не полнуюсь экономические затраты, которые несет университет. Поэтому по стоимости, естественно, мы, как ВУЗ, мы сами не устанавливаем стоимость. Это по согласованию с Министерством образования. А там уже ведется анализ именно как раз-таки именно текущее состояние в стране, экономическая составляющая, смогут, не смогут родители платить и так далее, и так далее. Поэтому вообще этот процесс проходит очень аккуратно и очень точечно. Поэтому повышение, если оно будет, то, я надеюсь, оно будет не критичным и будет полностью оправданным с точки зрения как абитуриентов, так и ВУЗа. Ну вот, исходя из вашей должности, вы занимаетесь и иностранными студентами. Тоже очень интересно, кто из иностранных студентов в этом году поступал, с каких стран, какие их интересуют специальности. Вот все вокруг этого тоже. Да, у нас в университете наблюдается значительная тенденция увеличения количества иностранных обучающихся. Что касается географии, то, естественно, мы, как часть нашей страны, часть нашей экономики национальной, постоянно сотрудничаем в образовательной сфере именно с теми странами, с которыми у нас, естественно, контакт на уровне стран. И в первую очередь, конечно же, Китай. Это наш основной партнер в сфере образовательных услуг. И, конечно же, тут нельзя не упомянуть Россию, Туркменистан, также Кистан. Из таких интересных стран это Зимбабве, Мьянме, Турецкая республика. То есть те страны, с которыми у нас хорошие прочные отношения, и абитуриенты оттуда к нам с удовольствием едут. Что касается специальности, то они вообще разнообразные. Наибольшей популярностью, в чем у нас пользуется вторая ступень обучения, это магистратура. Там абсолютное большинство всех обучающихся из Китая обучается. Но, опять же, у нас есть обучающиеся на факультетах как гуманитарного, так и естественно научного профиля. То есть у нас очень разнообразные как раз-таки портфели, специальности, где обучаются иностранцы. Ну, речь идет о тысячах студентах, о десятках, о сотнях, хотя бы приблизительно. Нет, это порядка пяти тысяч иностранцев. Это огромное количество. Это большое количество, порядка пяти тысяч. Я вам даже больше скажу. В любом случае, университет есть какой-то предел по обучению иностранных обучающихся. У нас же есть подготовка для иностранцев, идет в двух языках. Для некоторых на русском языке, для некоторых на английском языке. И понятно, что ресурс на английском языке ограничен. Далеко не все преподаватели могут на качественном уровне преподавать английский язык. Поэтому, я думаю, что с учетом тех тенденций увеличения, мы скоро достигнем верхней планки, которую мы можем еще обеспечивать именно на качественном уровне. Вы намекаете на то, что желающих еще больше, чем вы можете принять. Да, у нас желающих большое количество. Уже есть запрос. И даже бывают ситуации, когда, допустим, недавно был случай, в Туркменистане написал один мальчик, что он хочет, но уже все. Квота по Туркменистану уже была закрыта. То есть, запрос у нас есть большой. И, в общем-то, в целом мы стараемся отбирать лучших. Ну, это такая приятная новость. Все больше и больше стали сейчас рекламировать поступления в ВУЗы по целевому набору. Одни из первых, это стали как-то применять, что ли, медики, медицинский университет, педагогический, как в БГУ с целевым набором. И что это значит для потенциального абитуриента? Да, у нас тоже есть подготовка на целевой форме обучения. Но мы не являемся, конечно же, лидером по количеству. Но основной нашей особенностью является, что у нас не столько именно количества обучающихся. У нас в этом году поступило 108. А сколько именно количества специальностей? Оно у нас разнообразное. У нас по целевому набору набирают практически все факультеты. Очень много различных заказчиков кадров. И я уверен, со временем эта тенденция будет увеличиваться. Что касается абитуриентов самих, как это происходит. Дело в том, что какая-то организация, она должна заявить количество бюджетных мест, согласовать с Министерством образования. После этого сдается план набора на бюджетные места. После этого абитуриенты должны заключить договор с потенциальным работодателем и могут участвовать в вступительных испытаниях. Вступительные испытания, они проходят еще до основной вступительной кампании в форме экзамена. То есть уже многие ребята уже до начала вступительной кампании могут иметь гарантированное поступление уже на выбранную специальность. Но с гарантией перед своим потенциальным работодателем, что будут отрабатывать. Пять лет, да. Вы знаете, как я вижу это со стороны, это даже очень хорошо. Когда человек уже выбрал сознательно профессию, он выбрал уже сознательно работодателя, и он идет по этой траектории. И это вполне логично, что он потом пять лет будет работать именно на... Ну, мы же все советские студенты прошли это, да. Соверно. Вы знаете, всех пап, мам, бабушек и дедушек, дети поступили иногородние в БГУ. Вопрос номер один. Хватит ли первокурсникам мест в общежитии? У нас такая политика, что всех абсолютно первокурсников мы заселяем в общежитие. Потому что для нас общежитие это не только место проживания. Это еще очень важно именно воспитательная работа, социализация. Мы же понимаем, что ребята приезжают абсолютно разные, с разных уголков нашей страны. И, конечно же, мы должны помочь им адаптироваться к учебе, к жизни в столице, чтобы они не потерялись, где-то, может быть, где-то их поддержать, с ними поработать. Поэтому в общежитиях с ними работают и педагоги, и психологи. У них очень бурная активная именно как раз-таки деятельность после учебы, то есть разновоспитательные, культурные мероприятия. Все это говорит о том, что мы стараемся уделять максимальное внимание нашим абитуриентам, а потом уже студентам. Ну, что еще в планах, если коротко, БГУ, вот в плане социальной сферы для студентов? Может быть, еще какие-то инфраструктуры новые будут открываться, какие-то преференции? Ну, вы знаете, у нас и так достаточно бурная деятельность. У нас очень хорошо развита и воспитательная работа со студентами. У нас проводится огромное количество мероприятий. В частности, этот год, как вы знаете, он посвящен, в первую очередь, 80-летию освобождения Беларуси. И у нас было целый цикл мероприятий, там различные строки, студенческие отряды различные. То есть мы стараемся максимально увлекать именно как раз-таки этих ребят в общественную жизнь нашего университета. У нас очень хорошо развиты творческие коллективы, то есть различные танцевальные и вокальные. И КВН у вас есть. И КВН у нас очень хорошее, да. То есть у нас различные направления, каждый ребенок, который имеет свои таланты, у нас имеет возможность их раскрыть. Не только в учебе, но и в других направлениях. Виктор Павлович, вот вы до марта 2024 года возглавляет Центр информационных технологий университета. Я прочел, что по вашей инициативе в БГУ внедрились электронные студенческие билеты, такая платформа для дистанционного обучения. Какие еще современные цифровые технологии будут внедряться в этом году, в ближайшее время? Ну и вот ваше мнение как профессионала, насколько качественным считается дистанционная форма обучения? Возможно ли она? Ну, знаете, начну, наверное, с последнего вопроса про дистанционную форму обучения. Я же помимо того, что ищу проектора, я ищу преподавателя, веду занятия со студентами. И для меня, как для преподавателя, крайне важно видеть именно студентов. Когда я захожу в аудиторию, я вижу их глаза. Прямой контакт. Прямой контакт. Это крайне важно, потому что в любом случае материалы я даю, но я должен их адаптировать. Если я потеряю студента, если он будет неинтересный, он будет отсутствовать, после этого, конечно же, он уже материал не усвоит, и время будет потрачено зря. Поэтому это очень важный момент. Поэтому я считаю, что дистанционная форма как таковая, она может быть, но к ней надо относиться очень аккуратно и очень осторожно, и, возможно, не по всем направлениям. В университете все-таки мы за то, чтобы давать хорошее элитное образование. Поэтому дистанционного обучения у нас фактически нет. Вот использовать дистанционные образовательные технологии, оно оправдано. По отдельным направлениям оно показало свою эффективность. Потому что, с одной стороны, вроде как мы за классику, с другой стороны, нельзя ничего отвергать хорошего. В частности, есть очень много разных платформ, где ребята получают различные доп. образования, различные знания. Поэтому это тоже массив, нельзя отбрасывать со счетов, его надо учитывать. Но надо подходить к этому здраво с очень, скажем так, холодной головой, чтобы это было именно на пользу образованию, а не во вред. Что касается эндренинной технологии, мы постоянно, каждый год стараемся внедрять какие-то новые вещи. И как для студентов, для преподавателей. В этом году, в частности, мы уже сфокусировались на модернизации нашей инфраструктуры. Это наши серверные мощности были увеличены. Это был увеличен функционал личных кабинетов. Для преподавателей мы постоянно внедряем что-то новое. Допустим, у нас есть такие системы, как рейтинговая система оценки преподавателей. Понятно, что мы уже давно перевели в электронный вид индивидуальные планы, расчетные листы и много-много другого у нас уже идет через личный кабинет. В ближайшем у нас планах внедрить как раз-таки автоматизацию кадрового дела производства, а именно заявление на прием, на работу, на отпуск и на заявление перевести в электронный вид. То есть мы стараемся как раз-таки что-то новое как для студентов, так и для преподавателей именно внедрять. И эта традиция будет продолжена и в этом учебном году. То есть вы даже опережаете идею, так сказать, такого электронного правительства. У нас-то еще все по бумажкам, а у вас уже будет в электронном виде. Вот мы подошли потихоньку к теме работы. То есть мы говорили об учебе, об учебе. Вот читал, что вы проводили день открытых дверей и пригласили 250 работодателей. Вообще как складываются отношения с работодателями? Востребованы ли ваши выпускники? И самое главное, если работодатели вас критикуют, вы прислушиваетесь? Конечно прислушаемся. Вообще на мой взгляд, рассматривать университет как нечто обособленное нельзя. В любом случае мы часть нашей страны, часть нашей экономики. И работодатели это вполне естественно продолжение нас как высшего учебного заведения. И, конечно же, у нас постоянный контакт с работодателями. 250 это даже еще не предел. Дело в том, что это был единый день открытых дверей, когда работодатели будут нужны были разрываться между различными вузами. Это было такое основное. Но у нас еще после этого проходило ряд мероприятий на факультетах, которые были не в один день, а в разное время. И тогда у нас количество работодателей гораздо-гораздо больше. У нас с ними очень хороший контакт. Мы с ними иногда различные проекты реализуем. Мы реализуем с ними написание курсовых, дипломных работов. То есть мы постоянно стараемся именно слышать именно работодателей, внедрять что-то новое и адаптироваться в учебные программы как раз-таки под их требования. Конечно же, в рамках возможного, что позволяет все наши нормативные документы. Виктор Иванович, спасибо. Сегодня, как вы сказали, контакт состоялся. Спасибо за интервью, что нашли время в такое вот горячее для университета время приехать к нам в студию. Друзья, я напомню, это была программа «Говорит и показывает Минс». В гостях у нас был проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ Виктор Кочин. И, соответственно, сегодня мы подводили определенные итоги вступительной кампании 2024 года в Главный университет страны. Всего вам самого доброго, хороших выходных. До свидания и до встречи в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Говорит и показывает Минск.